Закон Божий. Его возникновение, свойства использования. По сему закон свят, и заповедь святая праведная добра. Римлянам 7.12. В религии существует немного вопросов, которые были бы так неправильно истолкованы, как этот. Человеку, который изучает книгу Римлянам, обычно говорят, что апостол Павел, говоря о законе, имел в виду еврейский закон, и потому не следует относить его к себе. Но того, кто серьезно рассматривает слова апостола, не удовлетворит такое их объяснение. Чем больше этот человек рассматривает этот вопрос, тем больше убеждается, что в этой главе Павел не говорит только о церемониальном законе Моисея. Поразмыслите над этим. Павел начинает главу со слов. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Разве это сказано о церемониальном законе? Конечно же, нет. Он говорит о моральном законе и иллюстрирует это. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. По-семму. Если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. После этого примера апостол приходит к заключению. Так и вы, братья мои, умерли для закона, для всех постановлений Моисея, телом христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Здесь апостол доказывает, что христиане отложили закон иудейской церемониальной системы, что сам моральный закон, хотя и никогда не исчезнет, все же покоится на другом основании. Далее апостол рассматривает следующее возражение, что же скажем? Неужели от закона грех? Никак, говорит апостол. Закон, это враг греха. Где бы ни был грех, закон изобличает его. Точка. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Стих 7. После обсуждения этого вопроса в четырех последующих стихах он делает заключение, относящееся в особенности к моральному закону, из которого был взят определенный пример. По сему закон свят, и заповедь святая праведная добра. Для того чтобы объяснить эти слова, во-первых, я постараюсь рассмотреть возникновение закона, во-вторых, природу закона, в-третьих, свойства закона, закон, свят, праведен и добр, в-четвертых, использование закона. В возникновение морального закона, многие считают, что моральный закон возник во времена Моисея, но это не так. Когда Бог сотворил человека, живую душу, снабдил его силы избирать добро или зло, он дал этому свободному и разумному творению закон. Этот закон не был написан на каменных скрижалях, но начертан на человеческом сердце Божьим перстом. Бог сделал так, что этот закон был близко к человеку, он был частью его духа, человек мог легко понимать его, он был всегда ясный и явно ему явлен. Но человек противостал Богу и через нарушение этого славного закона почти стер его из своего сердца. Взгляд его понимания затуманился и помрачнел, а душа отвернулась от жизни Божьей. Все же Бог, примирившись с человеком посредством Сына Своего, в определенной мере заново начертал закон в сердце этого греховного создания. Он показал человеку, что есть добро, дабы человек творил справедливость, любил милости и со смирением ходил пред Богом. Но постепенно всякая плоть воспротивилась этому свету. И он избрал определенных людей, которым явил более совершенное знание этого закона. Пункты этого закона он отобразил на двух каменных скрижалях, заповедал отцам грядущих поколений учить своих детей этим заповедям. Таким образом, сейчас людям, не знающим Бога, известен этот закон. Они слышат то, что было написано для нашего наставления. Но этого недостаточно, ибо только Бог может открыть духом своим. Так он и делает всем, кто истинно верует в исполнение чудесного обетования. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу, с домом Израиля новый завет, вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Иеремия 31.31 и далее. Природа закона, теперь рассмотрим природу закона, который первоначально был дан человеку в раю, и который Бог, по милости своей, пообещал начертать на сердцах всех истинных верующих. Апостол сказал не о церемониальном законе. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Это настолько явно, что не требует доказательств. Далее он продолжает, и говорит. Не пожелай. Все эти слова относились не к церемониальному закону, поэтому церемониальный закон не относится к нашему вопросу. Закон, который упомянут в нашем тексте, не может относиться только к эремиссии. Очевидно то, что сами слова иногда показывают, о каком законе идет речь. Здесь апостол обращается к галатам и говорит, что закон не может отменить завет. Заключенный с Авраамом на 430 лет раньше. Но текст, который мы обсуждаем, не может говорить об иудейской церемониальной системе Моисея. Он нигде не утверждает, что закон Моисея является духовным законом. Он не говорит, что он – свят, праведен и добр. Бог не начертает этот закон на сердцах тех, чьих беззаконий он уже не помнит. Закон, который мы разбираем, является моральным законом. Этот закон является неувядающим отображением великого и святого Бога, наполняющего вечность, того, кого никто из людей не видел и не изображал. Этот закон – неприкрытое лицо Бога, которое он явил своим творением, способным видеть его. Сделал он это для того, чтобы дать им жизнь, а не уничтожить ее, дабы они видели Бога и жили. Это сердце Божье, открытое человеком. Если мы рассмотрим Божий закон с другой точки зрения, мы увидим, что он – выражение абсолютного разума, определяющее, что правильно в отношении всего. Божий закон – это копия вечного разума, описание божественной природы. Это самый яркий луч Божьей мудрости, видимая красота Всевышнего. Это объектное слаждение и удивление херувимов, серафимов и всех небесных существ. Это радость и слава каждого мудрого верующего, всех хорошо обученных детей Божьих. Свойства закона, свойств закона упомянутых в тексте 3. Закон свят, праведен и добр. Во-первых, закон свят. Похоже, что апостол описывает этим словом не результаты влияния закона, но его природу. О том же говорит Иаков, используя другие слова, но мудрость свыше. Закон начертанный на наших сердцах. Во-первых, чисто. 3.17. И когда эта мудрость начертана не только на нашей душе, но и нашей жизни, Иаков называет это в стихе 1.27. Чистое и непорочное благочестие, чистое и незапятненное поклонение Богу. Закон в наивысшей степени чист, целомудрен, незапятненный свят. Иначе он не мог бы напрямую исходить от Бога, который свят. Закон чист от всякого греха и зло не касалось его. Он, целомудренная дева, не способная на какой-то порог и связь с чем-то нечистым и неправедным. Он не имеет никакой связи с каким-либо злом, ибо, какое общение света со тьмою? Как грех, по своей природе, является враждой против Бога, так и закон враждует с грехом. Апостол отвергает богохульную идею, гласящую, что закон Божий либо сам по себе является грехом, либо является причиной греха. Да запретит нам Бог думать, что закон приводит ко греху, ибо он сам является обнаружителем греха, он обнаруживает скрыто и выводит его на свет. В результате, как апостол подмечает в послании к римлянам 7.13, грех оказывается грехом, вся его маскировка убрана, и он открывается в свойственной ему уродливости. Также верно, что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Сейчас на него пролит свет, с него снято оправдание невежества, у него уже нет ни маскировки, ни оправдания, и он становится ненавистным для Бога и человека. Также верно то, что грех посредством доброго причиняет смерть, посредством того, что само по себе чисто из света. Когда на грех проливается свет, он приходит в еще большую ярость, чем когда он был прикрыт. Апостол говорит им как человек, который был облечен во грехе, но еще не освобожден от него. Грех, взяв повод от заповеди, которая обнаружила его и пыталась препятствовать, но он, не пожелав подчиниться, произвел во мне всякое пожелание. Стих 8. Он произвел различные глупые и вредные желания, которые заповедь пыталась приструнить. Итак, когда пришла заповедь, то грех ожил, стих 9. Но это не бросает тень на заповедь. Хотя многие злоупотребляют ею, ее невозможно опорочить. Это доказывает лишь то, что сердце человеческое крайне испорчено. Но, несмотря на это, закон свет. Во-вторых, закон проведен. Он предписывает то, что правильно, именно то, что мы должны делать, говорить или думать о Боге, о нас самих и других творениях. Во всех деталях закон применяется к каждому аспекту нашей жизни, к порядку вещей во Вселенной, каждому ее обитателю. Он подходит к любым обстоятельствам, взаимоотношениям изначальным и возникшим позднее. Он гармонирует со всеми ими применим к ним. Если понимать закон в этом смысле, мы видим, что нет ничего прихотливого в Божьем законе. В то же время любая его часть соответствует Божьей воле. Таким образом, выражение «Да будет воля твоя» является наивысшим вселенским законом на земле и на небесах. Некоторые задают следующий вопрос, является ли Божья воля причиной появления его закона? Является ли его воля источником возникновения правильного и неправильного? Мне кажется, что сложность возникает, когда Божья воля рассматривается отдельно от самого Бога. Несомненно, Бог является источником возникновения Божьего закона. Божья воля – это сам Бог, желающий того или иного. Следственно, сказать, что Бог или Божья воля является источником возникновения Божьего закона – одно и то же. Если закон, правило выбора между правильным и неправильным, зависит от природы вещей, то он просто обязан исходить от Бога, ибо он постановил эти вещи и взаимоотношения между ними. По его воле, и дабы угодить ему, все было создано. И в то же время нужно признать, что в каждой определенной ситуации Бог желает того или этого. Например, человек должен уважать своих родителей потому, что это правильно, соответствует природе вещей, и той позиции, которую каждый из них занимает. Закон праведен и справедлив в отношении всего. Он настолько же благ, насколько праведен. Это очевидно, так как он происходит от Бога, который благ. Любовь побудила его даровать человеку отпечаток своей природы для того, чтобы проявить свою волю падшему человечеству. Что, если не любовь, побудила его проявить свой закон после того, как разумы людей были затуманены, и послать пророков, дабы они провозглашали закон слепым и бездумным сынам человеческим. Очевидно, что именно его благость поставила и нахайное проповедниками праведности, побудила Авраама, друга Божьего, свидетельствовать об истине. Его благость даровала написанный закон Моисея для народа, избранного им. Любовь Божья помогала объяснять истину Давиду и другим пророкам до тех пор, пока не пришла полнота времени, и он послал Сына Своего не разрушить закон, но исполнить, подтвердить каждый его пункт и начертать закон на сердцах человеческих. Этот закон, данный и сохраненный благостью Божией, напоминает фонтан благости. Он мягок и добр, он, как это выразил псалмопевец, слаще меда. В нем сокрыты все сокровища Божественной мудрости, познания и любви. Использование закона, первое применение закона, обличению мира во грехе. Это особый труд Духа Святого. Он может исполнять этот труд без каких-либо средств, или используя любые средства, угодные ему. Потому существуют люди, чьи сердца были преломлены без какой-то видимой причины или без помощи внешних средств. Сердца других людей, но очень редко, пробудились к осознанию того, что гнев Божий пребывает на них, через слышание, что Бог во Христе примиряет мир с собой. Но обычным способом обличения грешников Духом Святым является его действие через закон. Именно закон, действующий на совесть человека, разбивает скалы на куски. Именно эта часть Божьего Слова живая действенна, полна энергии жизни, острее всякого меча бы до острова. Закон в руке Божьей и в руке посланного им, проникает и пронизывает лживое сердце и разделяет душу и дух. С помощью него грешник видит сущность своей грешной души. Закон обличает грешника со всех сторон. Грешник понимает, что является лишь греховной личностью. Ему нечем платить. Ему нечего сказать, и он виновен перед Богом. Умертвить грешника – вот первое действие закона. Умертвить – значит разрушить жизнь и силу, которой грешник доверяет, а также убедить его в том, что он не только находится под смертным приговором, но и действительно мертв по отношению к Богу. У него нет духовной жизни, он мертв в согрешениях и беззакониях своих. Привести грешника к жизни, ко Христу, дабы он мог жить – вот второе действие закона. Верно, что в обоих действиях закон выглядит как строгий воспитатель. Он ведет нас скорее посредством силы, нежели любви. И в то же время любовь является наиважнейшим мотивом. Именно любовь, через эти болезненные средства, уничтожает доверие плоти, которое не оставляет грешнику никакой надежды и приводит его к моменту, когда он взывает к Богу из своей горестной души и стонет в глубине своего сердца. Мне нечего сказать, Господь, лишь только то, что я обречен, но ты умер. Сохранение жизни – вот третье действие закона. Это средство, с помощью которого Дух Святой готовит верующего к принятию еще больших даров от Бога. Я боюсь, что эту истину не понимают многие не только из мира, но и истинные дети Божьи. Многие не сомневаются в том, что, приходя ко Христу, они расстаются с законом, потому что конец закона – Христос. К праведности всякого верующего. Он – к праведности, то есть к оправданию. Закон никого не оправдывает, а только приводит ко Христу. Но когда он привел нас ко Христу, у него все еще есть дальнейшая цель – сохранить наш союз с ним. Ибо это постоянно мотивирует всех верующих к увещеванию друг друга приблизиться ко Христу и ожидать благодати для исполнения его воли. Мы соглашаемся с тем, что каждый верующий не имеет ничего общего с еврейским церемониальным законом Моисия. Мы видим, что моральный закон не служит средством получения оправдания, ибо мы оправданы благодатью, через искупление во Христе Иисусе. В то же время, в другом смысле, мы не потеряли этот закон, так как все еще используем его. Во-первых, он обличает нас во грехе, который все еще остался в наших сердцах и жизнях, и тем самым приближает ко Христу, который постоянно очищает нас своей кровью. Во-вторых, он помогает нам получать силу от Бога, дабы мы исполняли все, что заповедует его закон. В-третьих, он подтверждает нашу надежду на достижение исполнения того, что мы еще не исполняем, но что предписано этим законом. Это надежда получения дополнительной благодати, чтобы нам приобрести полноту его обетований. Все это ясно подтверждается на опыте каждого истинного верующего. В то время как он вопиет, как люблю я закон твой, постоянно пребывая в нем, он ежедневно видит в божественном зеркале свою греховность. Он более убеждается в том, что является грешником во всем, и что ни его жизнь, ни сердце ни правы перед Богом. Это понимание заставляет его постоянно приходить ко Христу. Например, закон говорит, не убей, и Господь утверждает, что здесь подразумевается не только сам акт убийства, но и всякое злобное слово или мысль. Чем больше я рассматриваю этот совершенный закон, тем больше чувствую, что не исполняю его целиком. И чем больше я чувствую это, тем больше осознаю свою нужду в искупительной крови Христа, ее очищении. Тем больше я желаю, чтобы Святой Дух очистил мое сердце и соделал меня совершенным, не имеющим ни в чем недостатка. Поэтому я не могу обойтись без закона, как не могу обойтись без Христа. Закон нужен мне сейчас для того, чтобы помогать оставаться со Христом, так же как был нужен для того, чтобы привести меня ко Христу. Они направляют друг к другу, закон ко Христу, и Христос к закону. С одной стороны, высота и глубина закона помогают мне приходить к любви Божьей во Христе. С другой, любовь Божья во Христе внушает мне любовь к закону, ибо я знаю, что каждая часть закона является обетованием, которое Господь исполнит свое время. Кто же ты, человек, осуждающий закон, и говорящий зло и о нем, ставя его на один уровень с грехом, сатаной и смертью, отправляя всех их вместе в ад? Ты усадил себя на престол Христов, называя себя судьей и, отбрасывая то правило, с помощью которого он будет судить мир. Осознай же какую власть имеет сатана над тобой, и в будущем никогда не думай и не говори не обдуманно об этом благословенном инструменте Божьей благодати. Вместо этого люби и цени его ради того, от кого он пришел, того, к кому он ведет. Пусть он будет твоей славой и радостью, найденной у Креста Иисуса. Провозглашай его хвалу, дабы окружающие тебя люди относились к нему с уважением. И если вы твердо убеждены в том, что закон пришел от Бога и является копией его совершенства, что он свят, праведен и благ, в особенности к верующим, тогда, вместо того, чтобы отвергать его, постоянно приближайтесь к нему. Пусть никогда не оставит вас закон истинной милости, любви к Богу и человеку, закон смирения, кротости и чистоты. Повяжи его вокруг шеи, и начертай на сердце твоем. Приближайтесь к закону, если хотите приближаться ко Христу. Пусть закон постоянно ведет вас к искупительной крови, подтверждает вашу надежду до тех пор, пока праведность закона исполнится в вас. И вы исполнитесь всей полнотой Божьей. И если Господь уже исполнил свое слово, и если он уже начертал свой закон в вашем сердце, тогда твердо стоите в свободе дарованной Христом. Вы не только свободны от иудейских церемоний, вины из-за греха, страха оказаться в аду, но и освобождены от власти греха, рабства дьявола, оскорбления Бога. Твердо же стоите в этой свободе. Твердо стоите в любви к Богу всем вашим сердцем и в служении Ему всей вашей силой. Быть непорочным и исполнять все Божьи заповеди – это совершенная свобода. Не возвращайтесь к былому рабству. Здесь я не говорю об иудейском рабстве или о рабстве страха перед адом. Я надеюсь, что вы далеки от всего этого, но не возвращайтесь в рабство греху, любому внутреннему или внешнему нарушению закона. Страшитесь греха более, нежели смерти или ада, страшитесь не наказания за грех, но самого греха. Не впадайте в рабство гордости, желаний, гнева, любого греховного чувства, слова и дела. Взирайте на Иисуса, а для этого взирайте на совершенный закон, закон свободы, и продолжайте оставаться в нем. Таким образом, вы ежедневно будете расти в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа.